Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, вы тут можете видеть, что из северных сортов черешни здесь вот встречается самый старый, самый популярный в свое время сорт. Это сорт ленинградская черная, вот он. Этот сорт, вот ленинградская черная, он был выведен уже сразу в послевоенный период Филиппом Кузьмичом Тетеревым на Павловской станции вверх. И среди всех сортов Тетерева получил наибольшее распространение. Ну это, наверное, удачное название, слово ленинградское способствовало, что показывало, что она растет под Ленинградом. И он после явился материнской, или вообще гипформой исходной для многих-многих северных сортов черешни, которые получены от его скрещивания с другими северными сортами, или пересевая его косточек от свободного пыления. Ну вот, вы можете посмотреть, сорт действительно темно-красный, окрашенный, конечно, мелковат. Всего, наверное, так, где-то 3-4 грамма, больше не будет. Вот, но довольно хорошего укуса, хотя в отдельные годы в укусе бывает малозаметная горчинка. Другие сорта темно-окрашенные, это веда, про этот сорт мы подробно рассказывали. Вот она рядом в сравнении, она крупнее, конечно, гораздо, чем ленинградская черная. Ну вот, довольно крупные, отдельные плоды, почти такого же размера, как мелкие плоды у Юлии. И весьма зимостойкая. Более зимостойкое у нее дерево, чем у ленинградской черной. Вот несколько других сортов. Это сорта селекции, выведенной Майиной Владимировной Канчиной. Это сорт Тютчука, это сорт Обстюженка. Ну, популярный широко распространенный сорт Ревна, он немножко недозрел еще, видите, красноватый. И сорт Бряночка. Вот и все эти сорта выведены в Брянске. Созревает они вот такой вот средне-поздний срок. Сейчас у нас средне-поздний срок созревания, сегодня 25 июня. Примерно в то же время, когда созревает сорт крупноплодная. Вот она, и Юлия, тоже с ней одновременно. Ну, что можно о них сказать? Ну, большинство из них темно-окрашенные, видите все. Такие черешни пользуются наибольшей популярностью у покупателей, у населения, да и у любителей тоже. Вкус у них, ну, приемлемый. К сожалению, вот у многих сортов северной селекции вкус, во вкусе чувствуется легкая горчинка. Вот только может сорт любвица Астахова, если его попробовать. Нет, тоже есть горчинка. Довольно плотная мякоть, вкус хороший, но в вкусе чувствуется горчинка. Ну, наверное, всех остальных, вот чуть-чуть, по-моему, горчинка тоже есть. Так, еще более сильная. Ну, среди всех этих темно-окрашенных сортов выделяется сорт Ерловская дентарная. Это один из первых сортов, выведенных в Орле. Значит, вот такие у нее, они уже перезрела она. Плоды у нее потемнели, а так она действительно красивая плоды. Вот такие вот овальные, на длинных плодоножках. Полупрозрачные, очень мягкие. Это типичная ягинь. Мякоть нежная, очень сладкая, вот она без горчи совершенно. Но, из-за слишком мягкой мякоти, она практически нетранспортабельна. Мгновенно темнеет, вот можете посмотреть. Из-за того, что мягкая. То есть, это сорт только для домашнего сада. Здесь сняли плоды с дерева и сразу съели. Куда-либо его везти, пытаться продавать и так далее. Конечно, это совершенно бессмысленно. Ну, вот два сорта. Вот это сорт Юлия. Это считается лучший сорт старой телекции Александры Яковлевны Ворончихиной, выведенной на Россошанской станции. Он самый зимостойкий. Ну, может быть, ранее розовый немного уступает. Очень сильно рослое дерево. Не слишком скороплодный. Довольно поздно уступает плодоношение. Это культовый сорт в Россоши. Они с ним носятся там. Считают его лучше любого другого сорта, даже крупноплодный. Значит, хороший компот из него получается. Очень урожайный. Дерево там где-то в возрасте 12 лет может давать до 120 килограммов. То есть, больше 12 ведер плодов. Плотный. Мякет хрящеватый, а светлая. Хорошего укуса. Ну, а этот сорт крупноплодный, выведенный в Мелитополе. Это, наверное, лучший из Мелитопольских сортов. И самое удивительное, что вот такой вот крупноплодный сорт, он имеет хорошую зимостойкость. И цветковых почек, и дерева. Достаточную, или удовлетворительную, скажем так, для юга черноземной зоны. Это, вообще, большая редкость. У него плоды где-то 12-14 грамм. 15. Ну, а на молодых деревьях, или деревьях хорошо обрезано, достигает до почти 20 грамм. Вкус хороший. По плотности уступает немного, юлия. Ну, хороший сорт. Единственная недостаточность в сорт крупноплодный является то, что он подвержен растрессиванию, если перед созреванием прошли дожди. А так, конечно, во всех отношениях сорт достойный. Ну, и единственный тут вмешался дюк. Можете показать, что один из дюков нашей селекции. Сорт кормилица. Среднего или средне-позднего срока созревания. По размеру он примерно такой же, как и сорт спартанка. Может, спартанка даже чуть-чуть крупнее. И как и ванна у нас сорт, и как сорт ночка. Она немножко недозрелая. Вот, когда она дозреет, она становится вот такая темно-красная. По размеру, если вы можете посмотреть, вода, она крупнее любого северного сорта черешни. То есть, зимостойкость у дюков по сравнению даже с северными сортами черешни повышенная. Когда была зима 2005-2006 года, очень суровая зима, с морозами до минус 40 градусов, по югу Черноземья, ну, минус 36, минус 40, то все северные черешни без исключения подмерзли довольно сильно. А дюки, в том числе и кормилица, почти не пострадали. Урожая, правда, на них не было в 2006 году, но деревья сохранились прекрасно, и последующие годы плодоносили. Значит, вкус, конечно, у нее такой ближе к вишне, кисловатый по сравнению с черешней. Хотя я не сказал бы, что он намного более кислый. Но все-таки вот после вкуса, конечно, чувствуется вишневая кислота. Но для технической переработки, конечно, он несравненно лучший. Из него можно и варенье приготовить, и компоты. У него такой сильный, приятный вишневый аромат. И, конечно, и варенье, и джемы из него. И просто заморозка сейчас популярная. Потом можно использовать для приготовления пирожков с вишней, вареников. Или просто разморозить и зимой его поесть. Конечно, замечательно на этом отношении. Так что обратите внимание на дюки. Что хотелось бы сказать в заключении? Прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что генетически северные сорта черешни и южные сорта черешни имеют абсолютно одинаковое происхождение. То есть северные сорта черешни выведены путем отбора на зимостойкость из исходного потомства южных или западноевропейских недостаточно зимостойких сортов черешни. Никаких, скажем, посторонних генов зимостойкостей от каких-то других источников там нет. Поэтому нельзя считать, что только северные сорта черешни, которые вывели, окажутся зимостойкими в средней полосе или на юге Черноземья. Наша проверка показала, что среди южных сортов, наряду с массой незимостойких, выделяются сорта достаточно зимостойкие, несравненно более высокие по качеству, чем северные сорта черешни, которые мы выращиваем в промышленных садах. И размер плода которых в два раза крупнее, а может и больше у некоторых, как крупноплодная, чем у северных сортов черешни. Имеется также масса сортов дюха, которые мы вывели нашей фирме и других учреждений, которые более зимостойкие, чем северные сорта черешни, и выращивание которых в северной зоне весьма целесообразно. И проверка показала, что многие из них хорошо идут и в Рязанскую область, и в Московскую область. И это тоже садоводам северных районов надо иметь в виду. Мы готовы в дальнейшем рассказать подробнее о сортах черешни более южных районов, которые были выведены, которые показали хорошую зимостойкость и достаточную приспособленность к условиям юго-черноземной зоны, которые можно выращивать здесь. А возможно, необходимо проверить их еще в более северных районах, они окажутся также не хуже вот этих вот, а по качеству лучше северных сортов черешни. Спасибо за внимание.